Дикими животными в черте Ульянска никого не удивишь. То лиса забежит за свияжьи, то лочь в новый город. Но чтобы дикие звери заходили в центр города, это казалось бы нонсенс. Однако, как оказывается, они не только забредают в центр, а живут там. Весной этого года дачники садового некоммерческого товарищества Сад номер 1 УАЗ, что на улице Рельева, стали замечать у себя на участках следы присутствия кабанов. Дикие свиньи заходили на огороды, разрывали корни деревьев и компостные ямы. Они так у нас и продолжают жизнь. Они потому что в лес отрезан мост, как построили, они сюда зашли. Они от соседнего к нам ходят. Там участки брошены на швейнике. Это рядом вот здесь вот у нас границы есть. Там садоводы единиц ходят, кто просто уже добровольный. Но общество распалось. Вот они, возможно, у них и к нам. Но у нас чаще. В течение всего лета кабаны регулярно наведывались на садовые участки. У кого-то они помяли малину, у кого-то разрыли клубнику. Но особую любовь дикие свиньи проявляют к сладким корням тюльпанов. В заявлениях от дачников, которые они пишут Геннадию Анохину, этот цветок упоминается чаще всего. Кстати, последнее обращение поступило к председателю СНТ совсем недавно, 20 августа. Здесь Виктория. Там цветы. И это все здесь было ископано. Вот, говорит, сейчас она порядок навела. Вон там яма остались. По словам членов СНТ, еще весной они пытались принять меры по защите себя от кабанов. Обращались в медсельхоз и к охотникам. Но те ничем помочь не смогли. Закон запрещает охотиться в черте города. Дачникам пытались помочь полицейские, к которым они обратились, но безуспешно. Полицейские были, может быть, хотели их вшугать, проверить. Покормили их, тут прикормку сделали, чтобы убедиться действительно. Но они как подсутствовали, нет. Только полицейские ушли опять. Кроме кабанов, дачники на Релеево уже успели повстречать возле своих участков и лисы, даже лощенка. Но этих зверей они не боятся, в отличие от вепрей. В региональном медсельхозе о ситуации с кабанами на улице Релеево знают. Однако на вопрос, что же делать дачникам, отвечают, что здесь поможет только крепкая изгородь, которая лишит их кормовой базы. Здесь сильного ограждения и не требуется. В принципе, единственное, чтобы не было нигде тех свободных мест, через которых зверь мог бы проникнуть. То есть обычный деревянный забор, хороший деревянный забор, он вполне защитит любой дачный участок, любой огород от посещения нежелательных таких животных. Призывают в медсельхозе и не боятся кабанов, объясняя это тем, что дикие животные и людей боятся больше, чем сами звери. Бродячих собак там боятся больше, чем кабана и любого другого дикого зверя. Они даже опаснее волков. Волк боится человека, волки нападают человека. Бродячие собаки нападают. Однако Сергей Бабков все-таки признает, что кабаны могут напасть на людей, если им покажется, что человек представляет опасность для поросенка. Дачники же рассказывают, что видели в малиниках и на оползнях лежки разновозрастных свиней, в том числе и маленьких. Сейчас садоводы на всякий случай стараются не задерживаться на участках допоздна, так как знают, что кабаны животные ночнее. А остальным ульяновцам остается радоваться, что кабаны не выходят на прогулку по бульвару Новый Венец, до которого от дачных участков каких-то 200 метров. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Днил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда. Новости дня.